всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут вадим и это мини мастер-класс по созданию игровой модели от начала до конца от the brush наброска до финальной готовой к анимации игровой модели посмотрев вы примерно поймете как я подхожу к такой задачи в своей ежедневной работе хочу с вами поделиться набором софта и скиллов которые помогают мне максимально быстро сделать такого рода работу постараюсь объяснить каждое свое действие на экране и сразу хочу предупредить этот ролик сильно порезан итоговый футаж получился длиной примерно 5 километров часов это с двукратным ускорением то есть всего на моделя потратил около 12 часов если кто-то хочет посмотреть полные стримы плейлист доступен по ссылке в описании но я бы лучше смотрел 5 часовую версию потому что я там расставил тайм-коды и вырезал все лишнее в принципе там можно легко найти любой момент который вас интересует ну что же приступим все свои модели я начинаю примерно одним способом импортируя в the brush кубик размером метр на метр сделанный в каком-нибудь нормальном 3d пакете типа майя почему я это делаю я объясняю примерно на каждом своем стриме где я показываю процесс создания модели это важно потому что the brush не умеет правильные юниты выставлять и лучше всего поступить именно так импортнув модель с нормальными измерениями допустим метровый куб и начать с него лепить процесс лепки за броши простой меня тоже его много раз объяснял набор кистей очень стандартный есть темп стендарт клэй флаттен инфлейт пинч если присмотритесь слева у меня это панель с кистями и там видно на что я нажимаю на что приключаю еще раз базовый набор довольно постандартный всего 4 или 5 кистей которые добавляют объем и поскольку это органической модели здесь много кстати не нужно разных кистей с hard surface там добавляется еще пара операции но в целом процесс примерно одинаковый хочу обратить внимание что я работаю исключительно в дайна меш на этом этапе потому что я не люблю когда меня сдерживают какие-то операции с сабдивами манипуляции с топологией все это становится очень проблематично когда вы используете сабдивы то есть на любое действие нужно подтверждение жмякать там это все поднимает время и короче очень неудобно динамеж позволяет довольно быстро делать разные крутые штуки склеивать расклеивать обновлять топологию при этом реакция кисти она будет предсказуемо одинаково во всех частях модели потому что динамеж что открывает сетку довольно ровными полигонами для набора анатомии на этапе блокаута я просто склеиваю вместе цилиндр сферы и придаем форму частей тела по моему это самый удобный способ работать плюс он позволяет двигать она части анатомии независимо друг от друга или все сразу если вы используете фильтр на муфтуле который называется mask by polygroups сделал blackout модели шлема теперь его надо почистить для этого я использую буллионы потому что это hard surface объект и можно очень много времени потратить просто пытаясь что-то ровное вылепить на самом деле можно это сделать руками но лучше использовать полигональные операции в частности делать полигональные операторы и использовать булевые операции чтобы чистить изначальную сетку вот и добавляю разрезы на передней части шлема добавил вырез под глаза все это в данном режиме лайф булли он просто показывает мне финальный результат до того как я его еще зафиналил еще один очевидный плюс данного способа заключается в том что после операции булей остаются очень ровные полигруппы которые потом можно использовать для очень аккуратно красиво зеремешинга что позволяет в итоге добиться довольно чистой модельки как вы могли убедиться за довольно короткое время то есть раньше было это делали полигонами модели теперь можно вот так вот экономить время в работе я активно использую связку заброш майя через работающий бридж gm импорт-экспорт его уже можно найти на арт-стейшн я не использую гуизи потому что гуизи какой-то не очень надежно из моего опыта а джен импорт-экспорт он во первых поддерживает мэй формат на выбор вы можете гонять файлы через мэй который поддерживает кризисы и fbx у биджей все такое на выбор довольно надежная вещь мне ни разу не подводила очень рекомендую дальше накидываю лицо поскольку он будет в каске нам не важно чего него внутри мне нужны просто глаза я знаю что башка нурлинга она выглядит немного не так но нам это не важно в принципе эта каска не будет сниматься у него с головы я короче сразу после себя решил просто чтобы простить всю жизнь но мне показалось прикольно дать ему такую пельменеобразную морду руки у меня растут прямо из ушей шлема поэтому я решил их просто отрезать не склеивать с туловищем потому что мы никогда не увидим место соединения там в принципе допустимо короче оторвать эти конечности и не склеивать с топологией туловища это просто упрощает работу дальнейшем все лишние полигоны которые внутри шлема потом можно будет при желании вырезать если потребуется оптимизировать вот вы собственно видите топологию ремешанта модели с ней очень просто работать она довольно чистая в какой-то момент я конвертирую тот же динамеш или сабдилы для лепки дэмэджа вот я использую дэм стендер кисть просто добавляю какие-то стилизованные сколы побитости этих вещей за свое время очень много налепил поэтому у меня все уже на автомате мне не нужны наборы стилизованных кистей орба я просто пользуюсь одной кистью короче мне так удобнее я к этому привык но если кто-то чувствует что ему проще с орбовскими кистями работать я только за потому что они очень хорошие инструменты они в принципе предсказуемо работают очень хорошо настроены ссылочку я постараюсь дать в описании также если кому интересно посмотреть подробнее по то как я работаю в связке заброшимая рекомендую глянуть на мой предыдущий мастер-класс по заброши называется заброши здорового человека ссылку оставлю в описании собственно обратно к модели я добавляю финальных деталей финальный в том смысле что выше них добавлять я не буду ни наиза ни фактура это все должно быть текстовое сделано если понадобится поскольку это маленькая стилизованная модель ей честно говоря детали не особо надо она будет очень маленькая и основные детализации стилизованной модели она может идти только через скульпт вот такого уровня больше я бы не стал делать добавляем у болезни на кожу сейчас я просто вылепил но потом я принял решение просто отделить да вот этими сферами вставить просто углубление вот эта личинка выползающая из пуза посмотрите как и делаю сначала насечь на полигруппу потом где намешать с учетом полигрупп и получается уже готовый гусениц таки продолжаю лепку добавляют этих складочек вокруг нарывов и прочее приятно мелочь потому что как раз в такие перепады рельефа хорошо запекается на текстуре и получается удобная круатур мапа из которой можно извлекать всякие красивые текстурные эффекты в дальнейшем но я до этого дойду поскольку это маленькая стилизованная модель мне это сильно экономит время я не трачу слишком много времени на детализацию всех мелочей и я леплю их только там где они скорее всего будут заметны все они леплю по всему телу там где не видно в тени шлема нижних частях то есть сметки нужно добавляю совсем немного детализации на руки не хочу его сделать перекачанным но какие-то детальки там нужно все равно обратите внимание я очень много работы ему втул он не стал чтобы лепить по моему это быстрее когда особенно вы работаете с тонкими объектами типа пальцев лепить это очень сложно лучше пользоваться мувом в какой-то момент я решил пальцы распрямить и переделать в итоге сделал симметричный палец и скопировал два раза и склеил с кистью потому что неровно у меня получалось но я решил для рига будет проще если пальцы будут распрямлены небольшие складки в подмышках вот собственно приступаем к самой неприятной части для многих и топологии но я хочу вам дать некоторые советы которые упросят вам жизнь допустим один из них начинайте всегда славу резаной сетки вот я наложил на модель очень большого размера полигона квадратные чтобы установить себе примерно детализацию с учетом того что я потом их разделю побью на четыре части то сделаю один subdiv вот и какой-то момент я просто делаю subdivide пробиваю edge везде где надо уплотняю точнее сетку таким образом четыре раза и уже маленькими полигонами добавляю отсутствующую часть скрывая дыры часто ошибка на начинающих 3d что они берут начинают ретопить сразу мелкими полигонами это очень сложно я так никогда сам не стараюсь наделать всегда начинать с крупных а потом добавляйте subdiv там где надо майские ретопа довольно простое я к нему очень привык она не лучше но она хорошо работает до своих целей плюс дополнение к инструментам ретопологии у вас есть еще есть полигональный набор майк при этом доступен поэтому я для работы использую только маю сейчас лучше я ничего для себя не нашел слышал в блендере хорошие ретопа инструмента появились еще есть на айпаде кузи блэнкет очень хорошая прога который я хочу как-нибудь свой пайплайн вкрутить продолжает пологию тела то же самое я сначала себе установил размер полигонов крупных и описал примерно форму тела используя на большие полики в какой-то момент я пробиваю этж лупы уплотняя сетку в четыре раза еще раз не добавляя subdiv а именно пробивая потому что только так можно добиться того что эти глупы встанут на поверхности вот собственно за subdiv леный модель после релакса сетки я продолжаю работать уже на актуальном размере полигона самые сложные места обычно это вот когти и рога здесь к сожалению мая не очень хорошо ретопит больше чуть больше времени тратить аккуратно работать все нормально добиваю голову точно также я делаю большие полики потом делю на маленькие помогает сразу описать форму глазницы заранее и соединить ее со стальной части головы релакс когда симметричная топология была готова я просто стираю полигоны в середине пузо выключая симметрию обмоделиваю этого червя на все крупные нарывы на коже я хочу обмоделить потому что иначе они будут не очень хорошо смотреться на рендере не очень хорошо деформироваться стоит здесь потратить лишние полики тоже деталь довольно крупная не хочу чтобы она ломалась повторяю ретопа на шлем вот шлем у меня занял намного больше времени только потому что я не закрыл внутреннюю часть собственно это на выбор каждого я решил оставить открытый потому что вдруг пригодится почему бы нет и зачастую в играх вас от вас просит моделить внутрянку потому что этот предмет например может использоваться не на персонажа где-то отдельно от него поэтому если полигонаж позволяет и время есть я бы всегда обмоделил внутренней части нет может быть потом вырезать убрать с оптимизировать модель но если бы я закрыл я бы сэкономил там полчаса допустим на этой части для проверки целостности сетки я нажимаю троечку и в режиме хорошо видно если у вас что-то не сшит и где-то там разваливается модель сразу заметит это на сглаженной модели хороший способ проверять на всякие скрытые точки там не сшиты полигоны двойные это все сразу палец вот я дублирую внешнюю геометрию и удаляю лишние фсы оставляю только внутреннюю вот эту вот поверхность я сейчас я немного с оптимизирую сошью просто со внешней оболочкой вместо того чтобы руками набирать эти полигоны быстрее так вот можно экономить время еще раз майская ретопология довольно удобная там очень удобных от кей задействовано такое количество клавиш как других программах все делается по комбинации кнопочки tab control shift и левый или правый кнопок мыши средний все хаткея собственно находится внизу списка режима квадро наступило время развертки и тут я не могу не посоветовать ничего кроме режиме это лучшая программа для работки с маппингом просто молниеносная но очень круто марк пакует разворачивает очень удобный юай просто нарадоваться не могу уже третий четвертый год не работает короче на мне просто сотни часов сэкономила это просто самое лучшее что случилось в моем про пай плане за последние годы принцип работы очень простой мы выделяем и джины модели и они будут использоваться как швы и потом с шелами можно делать всякие крутые манипуляции устанавливать им констрейны чтобы шелы были квадратной формы призом настолько крутая прога я удивлен что до сих пор находятся люди которые про него не слышали довольно мало известен но все кто про него узнают начинает им пользоваться они потом не могут слезть с него это просто слишком крутой инструмент вот видно было как я выпрямляю шелы в квадратный формат чтобы они лучше паковались конца я всегда стараюсь это делать где можно просто эффективнее помогает потом распаковать модель наступает время запекания карт и для этого я использую мармасет потому что по моему мнению он лучше для этого программа и у меня есть задача запечь стилизованную текстуру и для этого я использую запекание light map а вот собственно здесь видно как я устанавливаю источники света поверх серого материала это будет запечено в текстуру и что даст мне очень хорошую базу для стилизованной текстуры то есть все что я вылепил я теперь по суперенделю в текстуру здесь я рисую а все это когда у меня например что-то пролезает запекание какие-то артефакты это можно локально поправить кисточкой очень удобно печатать вот собственно запеченная текстура это не хай поле это уже запеченных текстуру light map а еще запекая спекулярную а потом по моему не пользуюсь ну и стандартный набор map normal normal бюджей позицию курватура и все прочее обжиг тайди обязательно куда это органическая модель я не смогу сгенерить цвета собственность мне их надо нарисовать и для этого использую за браш потому что в нем как я считаю самые лучшие реакции на нажатии и вообще смещение цветов работает волшебно я имею ввиду 3d рисование и 2d добавляю оттенков каких-то это все довольно наугад я не знаю что получится в итоге но я знаю что в любой момент я могу эти цвета потом собственность подкрутить но у меня уже будет как эта база нарисована это будет не монотонная покраска вот я стараюсь работать на градиентах потому что скучный ровный цвет всегда уныло выглядит с какие-то транзишны градиенты разных оттенков всегда помогает модели вот собственно я собрал substance project импортнул сюда все свои карты и начал композить базовую текстуру здесь я наверное не успею все нюансы объяснить и лучше для этого посмотреть запись стрима где я прохожу по слоям и объясняю что каждый слой делает довольно много всего и я тут просто не успею перечислить в этом ролике использую часто чаще всего два генератора это dirt для заполнения впадинок на модели и metal edges для высветления джей это два удобных самых резета потому что в них принципе все есть для быстро генератора генерации масок ну и плюс там чтобы не мельчить найзом деталями я часто блюре маску и работаю там с левелсами чтобы масочку немного разгладить сделать и стилизованный то есть для данной модели нельзя просто киногенератор найза и уйти короче то есть мне нужно все сделать более-менее выглядящим так как будто это было нарисовано руками но не сгнили но я стараюсь по минимуму пользоваться рисованием потому что я считаю если у вас модель уже хорошо замоделена и запечена это уже несет 90 процентов на фиге текстуры это надо просто уметь извлечь из модели запечатать из композит рисовать это не надо рисую я самом конце обычно какие-нибудь части которые например мне надо посветлить поставить лишний акцент хайлайт в каком-то точечном месте я это делал обычно сам конце в этой модели этого не делает просто добавляю какие-то хлопья на кожу струбья лишние оттенки все вмешиваю по найзовой масочке рисую руками мне очень нравится такой подход смешанный пидар со стерилизацией последнее время я экспериментирую с разными направлениями в текстуре и вот именно этот мне больше всего пока импонирует я просто немного подустал от хэмпэйнта в своей жизни хотелось бы сфокусироваться больше на изначальной подачи модели в виде скульпта и извлекать из этого скульпта максимум информации и строить на этом текстуру по-моему так лучше всего вот собственно я вмешиваю какие-то лишние оттенки в текстуру чтобы немного оживить опять же делаю это на основе градиентных транзишенов всяких вот собственно моя модель с текстурами уже в мармасете сейчас немного подвигаю материалы в основном это настройки сэпсерфейса тут надо уже угадать под вашу под ваши цели что вам нужно финальные манипуляции смазками для модуляции рахноса чтобы наш шлем не выглядел слишком плоским и скучным добавляю миссии в глаза потому что они должны светиться и это будет отдельным материалом тут я показываю как работает якоря в собственности например если вы рисуете маску побитых сколотых граней из нее потом можно извлечь много инфы и сделать типа такие эффекты как свертая краска настало время риггинга для этого использую офигительный плагин advanced skeleton который доступен в мае бесплатно этот плагин разрабатывался много лет он работает практически безупречно в нем есть встроенный help если что-то непонятно всегда можно посмотреть почитать начинается работа со скелетом с установки вот этих ключевых костей потом advanced skeleton будет использовать этот набор костей для выстраивания финального скелета со всеми контролами и прочими вот выстроенный скелетон днем как видно намного больше костей все это нужно для скручивания и растяжения напомню если кто-то хочет получить об этой части больше инфы есть отдельный записанный стрим со звуком и можно послушать о чем шла речь на стриме и как мы ригали этого чувачка чиним скиннинг проверка информации и после этого я начинаю скинить модель используя скрипт ng skin tools очень хороший инструмент ссылку на него дам в описании настоятельно рекомендую пользоваться им они нативными майскими инструментами для скинга этот плагин очень хорошо написано очень хорошо и эргономично организованы в нем прямо очень быстро можно что-то делать толковые проверка деформации и сразу видно что живот куда-то улетает и животу потребовалась потом отдельная кость со своим весом для того чтобы он не коллапсился при наклонах в английский клос есть очень удобный от кей по моему кнопка с которая показывает на экране точечками кости скелеты позволяет вам быстро выбрать нужную кость и начать рисовать веса именно для этой кости незаменимая вещь абсолютно упрощает жизнь вот собственно где я чиню веса для живота чтобы он нормально мог анимироваться отдельно от туловища проверка растяжение скручивание но собственно подходим к концу надеюсь что вам понравилось и как видите это не очень сложно сделать маленькое существо от начала до конца и и потом те же самые практики и навыки можно приложить для более сложных моделей фундаментальное но не сильно отличается конечно да вот какие-то нюансы потом связанных с серфейсом симуляции одежды все такое но фундаментально вот мой пайплайн такой еще раз суммирую начинаю заброшу делали топологии в мае запекаю марма сети текстуре в сабстенсе финальный риггинг анимация в мае в адванс скелетоне есть своя библиотека анимации и генератора поз и походок можно сделать walk cycle для своей модели поправить ему вот собственно поднять ручки чтобы они проходили в тело и сделать хорошую зацикленную анимацию для проверки кокосы двигается деформируется в конце просто покидал их в мармасет в виде fbx файла это все переносится сыграющейся анимации надо просто назначить материалы настроить свет и отрендерить видео так как все это рендерится на gpu и модель лопольная у нас с текстурами рендерится это все очень и очень и очень быстро собрать толковую презентацию может буквально за час-полтора для финального ролика я просто рендерю сцены по 3-5 секунд с разных камер с разным освещением разные анимации и потом в конце склеиваю это на телефоне в программе капкат вот и все всем спасибо пишите в комментах понравилось или нет будем думать что делать дальше пока